Шаломиряни, привет народ, с вами Слава Жени из Израиля. Я сейчас пришел с ребенка в школу, у нее кружки. И у меня все время снять видео, которое я уже намереваюсь снять на дня 2-3. Значит, по названию видите, что это видео про стул после бариатрических операций. У меня этих операций, как вы знаете, было 2. У меня был слив, и вот сейчас скоро будет 3 месяца к тому, как я сделал шутирование. Значит, по поводу стула. По поводу, для начала скажу, по поводу операции слив. Макклев вот возьму в руки со своим стабилизатором, так просто будет лучше, не будет трясти, стол просто трясется. Что я хотел рассказать. Значит, когда я, я говорю, я рассказываю свой опыт, как бы мой опыт, как был у меня, если у вас было что-то другое, или вы думаете, что я говорю, они были лицами, напишите в комментариях, с радостью обсудим, но я рассказываю именно мой опыт, лично мой опыт и опыт некоторых моих друзей. Значит, по поводу слива. Когда я сделал слив, я пару дней, естественно, по-большому ходить не мог. Вот было трудновато, потому что количество еды, которое мы кушаем, оно очень маленькое, оно жидкое, туда-сюда. Ну, как бы, я имею в виду, кушаем йогурт и всякое такое, молочку всякую. И бывает, что, ну, ходишь там раз в пару дней, но потом стук, в принципе, нормализуется. И вот иногда это один раз в день, иногда два, иногда три, бывает дни, когда довольно мало поел, можно вообще не сходить ни разу, это нормально, это бывает. Но потом, примерно где-то через месяц, примерно два-три, у кого я занимаюсь чуть больше, стул после слива нормализуется. Теперь по поводу байпас или шунтирования, как его называют, в попростонародье, вообще, как называют шунтирование. Мне делали не мини-шунтирование, а полное, обычное шунтирование. Вот сейчас, примерно, у меня два с половиной месяца после операции, скинул я 20 килограмм уже. Почему результат, как бы, нет, кстати, это результат 20 килограмм за два месяца, это результат трень. Если был бы у меня первоначальный вес очень большой, то, естественно, как бы, результаты были лучше. Но у меня вес уже вот где-то две недели стоит на вот этих 20 килограмм, и он стоит, и это нормально, я этого не боюсь. Так же, как я говорил, это как, скажем так, это зебра, только зебра в плане минус. Что у вас вес то стоит, то падает, падает, бум, опять стоит, может стоять долго. Можно даже и месяц, ну, грубо говоря, и месяц простоять. Если у вас стоит неделю, ничего страшного, не забывайте, вы допускаете свой вес, да, вы вес опустили, у вас появляются силы, и получается что? Когда опускаете силы, вы начинаете больше ходить, нарастает мышечная масса, которая тоже имеет свой вес, поэтому, когда у вас вес стоит, не надо делать ничего. Обычно просто делать все так, как вы это и делали до этого. Теперь, по поводу стула после шунтирования. Значит, я слышал очень от многих своих друзей, ребят, которые сделали эту операцию, что у них первые полгода были страшнейши ужасные поносы. Только поел практически, сразу бежать в туалет. У меня это было не так. Что было конкретно вот мой опыт? У меня на сегодняшний день стул нормализовался. Что значит нормализовался? После операции, давайте оставим первый месяц, он никому не важен. Кому важен, вы будете, скорее всего, скорее всего. Ходить в туалет мало, по-большому. Потому что вы их будете кушать мало, и очень мало, и оно более жидкое. Когда начнете кушать более твердую еду, вот как вот было у меня, у меня иногда вот бывало, что 3-4-5 дней иногда вот вообще ноль. Ну, даже позыва нет. Вот сейчас у меня примерно где-то месяц, где-то недели 3 примерно стул нормализовался. Я хожу один раз в день, иногда два раза, иногда три раза. Но поносов нет. Но самое интересное, что если до этого у меня был позыв, да, я мог ждать, там, сколько-то там, полчаса, час, иногда даже больше. Не то, что терпеть. Ну, нормально, позыв есть, но ничего страшного, скоро схожу, да. То тут, если тебя приперло, то надо уже как бы вот уже. Иногда бывало такое, что не то, что я не добегал, нет. Но бывало такое, что вот ты хочешь, и надо вот именно сейчас, в ближайшие пару минут, то будет беда. Да. Вот это мой опыт, как было у меня. И сейчас это тоже самое, это продолжается. Консистенция, естественно, то, что выходит, да. Остатки жизни и деятельности, или как правильно говорить, они более, скажем так, они не твердые, они более жидкие. Вот. Но они есть, их много, сравнительно. Обычно ходишь в туалет, аж прямо, ой, как хорошо. Кстати, еще у меня это бывает, у меня у друга тоже, я сделал буквально за месяца-два после него. У него это тоже есть, когда вот, особенно, сходил в туалет, включается такой жур, прямо хочется жрать, кушать, ожирать. Естественно, что много мы съесть не сможем физически, но хочется кушать, кушать, кушать. Это бывает, у меня, допустим, когда я пошел в туалет, я чувствую, что я хочу кушать, как все хочу, глаза открываются. Беру огурчик, чищу шкурку, иногда не чищу и кушаю огурчик, и пол огурчика, сколько я его съеду, и все нормально. И это успокаивается. Вкусы, как я говорил, меняются, но меня на сладенькое не тянет. Это так, ответ, кто будет спрашивать, тянет ли на сладенькое. Нет, иногда хочется, да, бывает, что вот чуть-чуть хочется, так я беру маленький кусочек шоколадки какой-нибудь, черного шоколада желательно, и, бум, все, больше не хочу. А вообще, я уже рассказывал до этого, что если есть сильное такое желание кушать сладости, это мой личный способ, лайфхак, называйте, как хотите. Я беру палец облизываю, всовываю в соль и на язык кладу. После этого сладкого мне лично не хочется. Вот это был такой, как бы, мой экспромт на короткое видео на тему стул после бариатрических операций. После бариатрических операций у меня опыт есть, поэтому, если я что-то не договорил или же не сказал, вы можете с радостью писать мне вопросы, я вам отвечу. За шум извиняюсь, просто какие-то дорожные работы идут, я очень извиняюсь. Их не было, когда я начинал снимать видео. Но это было такое короткое видео на тему стула. Всего хорошего, до новых встреч, с вами был Женя, пока.